Как не податься панике в средствах массовой информации? Конечно же, не нужно прятать, как страус, в голову в песок. Всероссийская Олимпиада по химии и юной таланты. Олимпиада жду отличных результатов. В Казанском университете состоялось награждение организаторов фестиваля «Территория науки». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Адалина Абдрахманова. В Российской Академии образования состоялось ежегодное общее собрание членов РАО. В рамках которого прошли выборы академиков и членов корреспондентов РАО. Так, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Радив Замалединов был избран членом-корреспондентом. СМИ кормят пользователей нерадужными новостями. Новые санкции, политические интриги и спецоперации на Украине подстегнули волну социальной тревоги. Как сохранить спокойствие, смотрим далее. Откуда берется тревожность? Стоит пользователю заглянуть в информационные источники, как новые санкции, возросшие цены и политические интриги становятся частью повседневной жизни. На примере новости о закрытии воздушного пространства, медиаисследователь Леонид Толчинский рассказал, как СМИ удерживают рейтинг. Новость на самом деле одна. Европейское воздушное пространство попало под санкционные все эти дела. Этот поток идет несколько дней на голову людей. И у людей создается состояние паники. Ужас какой-то. Весь мир каждый день только сидит и сочиняет против нас гадости. Хотя отчасти это верно. Но в данном случае мы одну новость дробим и растягиваем во времени так непрофессионально, что мы вгоняем людей в определенную панику. Новая волна социальной тревоги накрыла общество с началом спецоперации на Украине. В нее угодили не только те, чьи близкие оказались участниками событий, но и те, кто просто следил за новостями. Конечно же не нужно прятать, как страус, голову в песок. Ничего хорошего. Нужно подтянуть мышление. Нужно объективно воспринимать все, что происходит. Нужно набраться психической энергии, силы на понимание всего того, что происходит. Подтянуть свою логику и выйти на объективное понимание того, что происходит. Это называется метод рациональной психотерапии. Знания снимают тревогу. Это первый подход. Не нужно злоупотреблять самовнушением, внушением. Внушаться можно, можно придумать, но реальность есть реальность. Конечно же необходимо заниматься делами, отвлекаться. Нужно чувствовать ответственность на том месте, где ты работаешь. Жизнь продолжается. И если у вас сила психическая уйдет на дела, на деятельность, у вас места для тревоги там не останется. Новости в интернете разлетаются за секунды, а телеграм-каналы оказываются быстрее официальных источников. В потоке уведомлений немногие задавались вопросом достоверности информации. А между тем, предприимчивые блогеры уже планировали, как раскрутиться на нагнетании обстановки. Спасение утопающих – дело урок самих утопающих. Если ты тонешь в информационном потоке, в том числе, извините, в информационном дерьме, ну, в первую очередь, ты сам должен задуматься над тем, откуда ты взял этот поток. На 90% ты его сам себе и создал. Потому что мы ровно то поглощаем, на что сами подписались и что себе сделали доступным в качестве источника информации. Мы должны учиться такому, чему не учились раньше никогда – медийной гигиене. То есть мы должны… Мы же не лезем в грязь, когда идем по улице. Мы знаем, это неприятно, потом будет от нас пахнуть, потом не стираешь красивую одежду. Так и здесь. Не надо окружать себя большим количеством тех, в достоверности чего вы сомневаетесь. Психологи отмечают, если заложниками паники стали ваши близкие, постарайтесь не обесценивать их чувства. Выслушайте человека, будьте рядом и постарайтесь вместе вернуться к положительным эмоциям. Ариана Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. КФУ продолжаются съемки программы «Мои университеты» для телеканала НТВ. Во второй съемочный день интервью дал временно исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский. Он отметил большую историю университета и рассказал о том, какие ключевые показатели Казанский федеральный может записать себе в актив. Сегодня это есть то место, где сливаются культуры, конфессии, где создана уникальная, толерантная, образовательная среда для научных исследований. И мы, конечно же, гордимся тем той историей, которая у нас здесь есть. Это и первый восточный разряд в России, это и мировые открытия электронного парамагнитного резонанса, это открытия Антарктиды более 100 лет назад, это те химические реакции, которые были открыты, начиная с Бутлера. У нас обучаются студенты более чем из 100 стран, и также достаточно много в Казани студентов, которые приехали из других регионов России. Достаточно сказать, что по приему 2021 года из 11 тысяч принятых студентов более 4300 студентов приехало из других регионов Российской Федерации. Начиная от самых западных регионов и заканчивая Якутией и Дальним Востоком. Наш телеканал продолжает освещать в режиме прямого эфира внутривузовский этап чемпионата АССК России. За ходом мероприятия можно следить в нашем паблике ВКонтакте. 4, 5 и 6 марта на паркете уникса сойдутся мини-футбольные мужские команды. Старт трансляций в 20.30, 20.30 и 8 утра соответственно. 11 магистрантов КФУ стали новыми стипендиатами благотворительного фонда Потанина. Победители стипендиального конкурса будут получать ежемесячную стипендию благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 25 тысяч рублей в месяц, начиная с февраля 2022 года и до окончания их обучения в магистратуре. Что ожидают победители Всероссийской Олимпиады по химии юные таланты? Химический университет имени Будлерова несколько лет подряд становится местом проведения Всероссийской Олимпиады по химии первого уровня юные таланты. Школьники являются представителями разных регионов, преимущественно Республики Татарстан и Удмуртии. Ребята сначала знакомятся с заданиями, проводят мысленный эксперимент так называемый, готовятся, а затем приступают уже непосредственно к самому эксперименту и завершаются все расчетными, выполнением расчетных заданий. В этом году Олимпиада проходила в два этапа. В ней приняли участие ученики с 9 по 11 классы. Для каждой параллели разработаны индивидуальные практические задания и персональный вариант. Олимпиада довольно сложная, особенно теоретический тур, практический тур, ну не знаю. Мы им сейчас занимаемся, посмотрим как будет. Олимпиаду жду, ну отличных результатов. Призеры и победители Всероссийской Олимпиады в сентябре получат единовременную стипендию в районе 100 тысяч рублей и другие льготы при поступлении в Казанский федеральный университет. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете продолжается заслушивание программ развития институтов в рамках реализации проекта «Приоритет 2030». В этот раз свою дорожную карту представил Институт психологии и образования. С 2020 года действует проект, направленный на вовлечение студентов в науку. 3 марта состоялось награждение организаторов фестиваля. Подробности в следующем сюжете. 3 марта в концертном зале Уник состоялось награждение организаторов фестиваля «Территория науки», приуроченном ко дню российской науки. Фестиваль был разделен на два этапа. Первый проходил с 2020 по 2021 год. Когда состоялся фестиваль студенческая наука «Перезагрузка», в рамках которого оживили свою деятельность, большое количество студенческих научных кружков, которые в рамках этого года показали свою работу, показали свои мероприятия, провели большое количество интересных проектов. 8 февраля 2022 года состоялся второй этап фестиваля. Он был направлен на вовлечение студентов в научную деятельность, благодаря которому в своей деятельности оживили большое количество научных кружков. Он уже называется фестиваль науки «Территория знаний», где уже он был ориентирован каждый студенческий научный кружок на деятельность для студентов других институтов. Было большое количество презентационных площадок, был выбран новый формат и, соответственно, в нем были задействованы все структурные подразделения университета, ассоциации студенческих научных кружков, студенческие общественные организации. Подводя итоги фестиваля, организаторы еще раз отметили, что большой вклад в популяризацию науки вносят именно студенческие научные сообщества, которые представлены в каждом подразделении университета. Учащиеся 10-11 классов образовательных организаций Республики Татарстан приглашаются к участию в профильной педагогической смене 2022 в рамках организации ежегодно-научно-просветительского лагеря, которое пройдет с 21 по 27 марта на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык». Организаторами смены являются Казанский федеральный университет и автономно-некоммерческая организация «Казанский открытый университет талантов». На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok